МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект «24 часа Соляриса» — это как раз попытка воссоздать с помощью, может быть, таких, не то чтобы стерильных, галерейных условий, но попытка создания ситуации замедленного чтения, замедленного просмотра, вот такого действительно гипотетического погружения в ткань фильма и освоения его пространства и времени изнутри. Естественно, в этом проекте была такая физическая гиперболизация времени и пространства, так как мы растянули само видео и его размер в масштабе, когда вы зайдете в инсталляцию, вы увидите два экрана. Один будет масштабирован от нуля к максимальному значению, от максимального к нулю, что как бы и создает такое двойственное состояние, где есть уже кинопространство, пространство, в котором вы находите, ограниченный экран проектора и плюс масштабированное пространство изначально вот этого от как бы самого фильма. Очень важно было восприятие, то есть это вынести кино за пределы привычного смотрения в кинотеатре и попробовать его немного и видоизменить, и видоизменить роль зрителя, перенести зрителя из такого пассивного, следующего на одном месте в кинотеатре, в активного наблюдателя в пространство галереи. И здесь можно даже сделать отсылку к концертам рефта, отчуждения, то есть именно то, что говорила о чем Олесь, о том, что не углубляться в нарратив, а посмотреть именно саму форму и то, что запечатлевает камера. То есть как видит камера, это 25 кадров в секунду, это каждое движение, и при таком замедлении вы начинаете по-другому воспринимать совершенно, как и фильм, так и, в принципе, реальность. Я изначально создавал тембры и определял по гармонии, например, такие композиторские вещи. Я использовал ту же технику, что использовал Артемиев в саундтреке. Он тоже трансформировал изображение. Вот возьмем, например, какую-то тональность. И, например, яркость цвета меняется, и с этим меняется ступень, какой-то тональность. То есть она именно связана напрямую, свет с цветом. Я просто вдохновлял, как сам Солярис. И я представлял, что может как-то связано с этим быть. Но я додумывал много своего в плане, что это за планета, того, что не рассказывалось уже в этом истории. Какие-то там свои... Ну, фантазировал, как могло бы быть это в реальности. Ну, если бы это могло быть. Это в некотором роде такая авантюра. Исход ее непонятен, потому что я не исключаю от того, что многие посетители, которые, ну, например, выходя из кафе, заглянут сюда. Может быть, они действительно погрузятся в мир Тарковского и в этот действительно гипнотический универсум кино не более, чем на минуту. Такое тоже возможно. Но я думаю, что даже эта одна минута наедине с двумя экранами и музыкой, которая была написана специально для этого проекта, может быть, даже в эту одну минуту возникнет понимание того, как связаны 24 часа Дугласа Гордона, 24 часа в сутках, как наше время, в которое мы вечно не вкладываемся, и 24 кадра в секунду, которые отличают кино. Субтитры создавал DimaTorzok